Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер, я основатель проекта CFR Deposit. Сегодня 24 марта 2020 года, и это внутридневная аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets по моей авторской торговой системе. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится под ключевым уровнем 1.08127. Учитывая поджатие к этому уровню и неоднократный его тест, ожидаю сегодня пробой этого уровня, его тестирование с верхней стороны, и здесь уже можно будет поискать точку входа на покупки. Доллар-франк. Франк сейчас находится в определенном накоплении, его нижняя граница накопления 0.97480. Сейчас, сегодня ожидаю поход франка к этому уровню, и, наверное, на сегодня от франка ожидать большего не стоит. Здесь возможен разворот и поход к верхней границе, то есть по факту уже нужно будет смотреть. Фунт. Также находится сейчас в определенном накоплении, его границы это уровень 1.14733 и уровень 1.16747. Сейчас, сегодня ожидаю все-таки пробой этого накопления вверх, и после коррекции буду искать точку входа на покупки. Если все-таки уровень и сегодня опять устоит, то будет поход к нижней границе, расторговывать такое накопление буду только исключительно при выходе из него. То есть, если будет пробит уровень 1.16747 импульсно, либо уровень 1.14733. Иена также находится в накоплении, к сожалению, вторая неделя уже начинается именно с таких вот накоплений. И достигла уже нижней границы этого накопления, уровня 110-102. Сейчас ожидаю ее поход наверх, учитывая все-таки поджатие к уровню 111-482. Возможен сегодня пробой вверх этой границы и, соответственно, уже дальше поход вверх. И надо будет искать точку входа на покупки. Австралийский доллар находится у ключевого уровня 0.59426. Идет достаточно сильное поджатие к этому уровню. Был ложный пробой 20-го числа. Ну, соответственно, сегодня жду его пробой. Если пробьет, то, соответственно, можно будет поискать точку входа на покупки и взять его, собственно говоря, сделку. То же самое с новозеландским долларом. Есть поджатие к уровню 0.58510. Соответственно, ждем подхода к этому уровню, реакции на него. Если будет пробой, то хорошо. На откате можно будет точку входа на покупки поискать и совершить сделку. Золото. Золото устремилось вверх. Пробило ключевой уровень 1564.26. Как раз-таки сейчас его тестирую с верхней стороны. Если закроется выше уровня 1564.26, то будет поход золота дальше к уровню 1609.14. Если все же уровень не устоит и золото его пробьет вниз, то тогда нужно будет на откате искать точку входа на продажу. Нефть. Нефть не смогла пробить уровень 25.09. Несколько раз его тестировала. Но ее достаточно сильно откупали. Но особо откупить не смогли. Сейчас опять идет откат. Откат к уровню 29.20. То есть это такой ключевой уровень, который нефть ложно уже пробивала. Есть еще одна цена здесь 30.48. То есть на данный момент рассматриваю эти два ключевых уровня. Эти две ключевые цены. Если они устоят, то нефть пойдет дальше вниз. Если нефть их пробьет, то начнется ее определенный рост. Российский рубль. У российского рубля достаточно сложная ситуация. Рост идет достаточно сильно, большими темпами. Был пробит ключевой уровень 75.20 рубля за доллар. Сейчас уровень сильный 81.39. Учитывая, что все-таки идет поджатие к этому уровню, то я ожидаю пробой уровня 81.39. И максимальный уровень, которому рубль полетит, это будет 85.59 рубля за американский доллар. Это максимум, который рубль достигал за все свое время. И сейчас он к нему опять же близок. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс. Подписывайтесь на мой канал. Ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok